Дело было осенью. Позвали нас с всей семьей ягоду собирать в Холинский район. Кто позвал? Ну, проводник. Холинцы. Голоса позвали? Холинцы говорят, слышал, Абрамский приедет, тихо соберите у нас ягоду. Приезжайте, говорит, ягоды моря. Я говорю, семейство. Семейство говорю, Юля, собирай детей. А у нас был один всего. Один 6 лет. Собирай наших детей, а я своих приеду. Поедем. Приехали в Холинск, искали проводника, полдня, нашли. Причем проводник два часа казался мне не пьяным. То есть, пока мы ехали до места, он казался мне не пьяным. Два часа держался, молодец. А потом он выдохнул. Когда мы заехали в лес, и он надел горбовик, тут-то я понял, что на самом деле горбовик как-то он не так одевает. Вот. И, значит, пошли. Ну вот так вовнутрь отел. Сам у него залез, а он начал посмотреть загадочный метод. Ну, значит, ходим мы по лесу, ищем ягоду и зимовье в том числе. Ничего не находим. И проводник говорит, поехали-ка мы в другое зимовье, там рыбы половим. Я говорю, слушай, давай куда-нибудь вообще приедем, потому что ни ягоды ничего нет. Отобрал у него последнюю бутылку с водкой. Вот. Были еще бутылки последние. Отобрал бутылку, говорит, ягоды всякие. Вот. В общем, в первый день мы ничего, естественно, не набрали. Ничего не набрали мы. Приехали в зимовье. Проводник очень злой, потому что... Мы бутылку отобрали. Ягоды нет. Значит, водки, водку все отобрали. Ложиться спать, он затопил печь, мыли гриб всей семейством. И ночью... Он к нам в моменту тоже стал, да, членом. Семьи семейством легли, и тут началось самое интересное. Обычно в зимовьях ночью не дают спать мыши, грызуны. Ну, мы как бы относились к этому нормально, а вот проводник, он злился. Ну, то есть он переворачивался, потом говорит мне, слушай, дай мне фонарик. Я ему даю фонарик. Включает фонарик, берет ложку, мыши стоят на заднем. Он говорит, хлоп по голове ей. Она перевернулась и убежала. Он говорит, я понимаю, что негуманно, но спать-то надо. И все, она больше вам не мешала. Конкретно этому же не мешала. Хорошего из этой истории то, что проводник на следующий день отдал всю ягоду, которую он сам собрал самостоятельно. Подарил ложку. Волшебная ложка, она помогает спать. Дорогие друзья, я желаю, чтобы у каждого в вашей семье была такая ложка. И сказал... Если кто-то не спит так, подошел так. И сказал, приезжайте еще на ягоду. Я говорю, слушай, мы лучше к тебе... На ягоду и приедем тебе. На ягоду и на мышку. Доброе утро, дорогие друзья. Теле Энерго Централь, ТЭЦ-3, утреннее шоу на телеканале Оригус. Мы рады, что сегодня, в этот день вы проснулись вместе с нами. А если еще не проснулись, то вставай! Немедленно. Будем собирать грибы. Мы собираем грибы, ягоды, травы, коренья. Что еще? Орехи. Орехи, щелкли. Все, что мы найдем в лесу этим утром. В лесу из телекамер. Да, в лесу. Обо всем этом мы сегодня будем говорить. Дары леса наша сегодняшняя тема. И мы начинаем. Начинаем. Двое моих друзей решили, что они подводные охотники. Это когда они занырнули, а не в тот момент. Уже хорошо. Или когда вынырнули. В общем, они решили, что охотники приезжают, смотрят какой-то водоем. Ну, вроде как уже пора охотиться, проявлять свои охотничества. То есть, лед зашел. Лед зашел. Ну вот, и один друг, назовем его Николай, говорит, слушай, второй друг. Назовем его Роман. Говорит, давай здесь. А Роман, значит, не тот Роман, не ты. Отвечает. Теска твоя. Теска твоя. Из Трисовца. Отвечает. И что? Здесь же машины ездят. Вот, смотри, тут как станция метро. Ничего себе. Нормальное. Нормальное. Рядом с машинами самый клев. Потому что они поняли. Они на шею идут. Они на шею идут. Наверное, недавно решили стать подбородными охотниками. Как оборудование купили. В общем, ничего не поймали. Это к вопросу о дарах леса. Но он, когда поделись на стреле, они с арбалетом охотились. Не кухнем. На кончике арбалета он нашел 500 рублей. Но поездку отработали. Поездку он и купил. Бензин только купил. Каким образом он 500 рублей-то нашел? А, я знаю, как подошел к прохожему, говорит, слышишь? Видишь, стрелок. А я вижу на них 500 рублей. Вот так. Она там валялась. Она валялась как-то так. И он ее подстрелил. Я не знаю. Видимо, Бурхан местная рядом была. Такие вот деньги бросают. Нельзя про это. Про это нельзя. Дорогие друзья, в общем, удачной вам охоты. Удачной тебе охоты, Маугли. Да. Если не рыжих собак, то 500 рублей хотя бы. 500 рублей, да. Посмотрим, на что охотятся наши следующие персонажи. Мультфильм Смешарики. Как всегда, венчают первую часть нашей программы. Давайте посмотрим и проводим детей в школу. Доброе утро, доброе утро, город. Город. В эфире Тест-3. А город подумал, учения идут. А мы говорим о дарах леса. О том, что мы оттуда приносим. Или о том, что нас оттуда выгоняет. Я, например, медведя встретил однажды. А медведь тебя встретил? Я, кстати, не знаю, он так мимо проходил, боком. Если он на боку глаза есть, то он всяко меня видел. У них есть на боку глаза? Ты знаешь, те, кто об этом знают, они уже больше ничего не рассказывают. Нет, они так-то мирные. Как правило. Медведи? Да. Я видел Федора Емельяненко, что ты мне рассказываешь. Вообще, если ты встретишь в лесу медведя, некоторые люди говорят, что если вот так руки поднимешь, он сразу, ну это по версии людей, он сразу как бы перестает тебя пугаться. И наоборот, на расстояние уходят. А по версии медведя, то есть человек делающий вот так, сдается, понимаешь, руки поднял. Ну и нафиг он мне такой дышит, да? Да, да, да. Я не буду есть, он трус. Не общаюсь с такими персонажами. Мы говорим о дарах леса, ягоды, грибы, орехи, коренья, травы, наконец. Травы, наконец, оставим их, наконец. Да, в общем, один мой друг, который живет в Москве, рассказал мне очень интересную историю. Он выходит из Бурятии, но уехал в Москву и работает там. Так вот, отец, который живет до сих пор здесь, позвал его осенью на, смотрите, охоту, рыбалку, собирательство за грибами. Он говорит, приезжай, сыночка, мы не виделись с тобой сто лет, возьмем лодочку, моторчик, сети, съездим за грибы. В общем, он приехал, и они поплыли, уплыли, значит, дело было в Дельте-Селенге. Они долго-долго ехали на моторчике, значит, поставили на ночь сети, ночью поднялся большой-большой ураган, значит, их отнесло еще дальше на Байкал. Нет, это не так, поставили сети, выпили, а ночью поднялся ураган. Да, 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 да. И лодочку далеко унесло, так вот, значит, утром встали, начали искать сети, долго-долго искали. Отец говорит, слушай, сына, дай-ка мне вон ту удочку, хоть удочкой попробую, значит, сын потянулся за удочкой, уронил ружье. Воду уронил, да. В общем, отец такой, да, ну что, домой, подошел, значит, к мотору, давай его дергать, дергал, 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 15-20 минут. Потом снимает мотор с кормы, бросает в воду. Значит, сын-то друг мой, ну что, папа, за грибами? Он такой, давай грибы и не оборачивайся. Вот так вот, ну мой, мой. Иронное положение, да? Нет, не задалась, да? Неохота, не рыбалка. Я вот, если говорить о дарах леса, меня в детстве всегда волновал вопрос, что такое Вестима? Так, почему, это откуда вообще? Это вот, помните, у Некрасова? Откуда дровишки? Из леса Вестима. Это Тойота Вестима. Тойота Вестима из леса, из Приморской тайги к нам попалась. Ну что ж, дорогие друзья, мнение наших журналистов. Причем такие же причудливые ассоциации. Посмотрим прямо сейчас в рубрике «В контексте». Кроме приятных осенних воспоминаний, один такой малыш способен дать нашему организму самые разнообразные витамины и микроэлементы. По своей пищевой ценности он даже не думает оступать мясу, овощам и фруктам. Полезные свойства грибов практически не утрачиваются ни после сушки, ни после варки. А список этих самых полезностей внушительный. Собрать грибы все уже собрали. Большинство даже посолили, из-за морозили, сварили и даже съели. Для тех же, кто не съел, будем узнавать, как хранить, чтобы сохранить плюсы и забыть о минусах. Ну, самое главное – это стерилизация банка, правильная стерилизация. Если правильно стерилизованная банка, то грибы будут храниться соответственно дольше. Обязательно крышки надо консервировать. Закручивающие крышки, они долгий эффект не дают. Ну и, как бы, вообще самое долгое хранение – это в масле. Когда вы солите грибы, нужно наливать больше масла. Как же и соли, не жалеть соли, потому что грибы – это только продукт, который можно вымочить. Если через чур вымочить, можно добавить соли, и вкус они не поменяют. Способов переработки и хранения грибов много. Это и сушка, и грибной порошок, грибной экстракт, замораживание, соление, маринование и, конечно, консервирование. Куда без него? Если подробнее, то сушеные грибы нужно хранить в сухом, темном месте, нанизанными на нитку. А если предусматривается длительное хранение – закупоренными в стеклянные банки. Маринованные или соленые грибы хранить лучше в холодильнике или в прохладном темном месте, но не больше года. Иначе вкусовые особенности утратят и аромат, да и есть такие, становится уже небезопасно. Да, урожай не нынче был год, дары и весы радовали своем разнообразии. Большинство пущены мамой на варенье, остальные уже лично мной разделены к пакетам и замороженной в морозилке. С вареньем, ну, самое долгое хранение варенья – это протертые ягоды. Протертые ягоды сахаром. Давно известно, что лесные ягоды богаты антиоксидантами. Их уровень близок к суточной норме потребности нашего организма. А в некоторых из ягод витамина С столько, что легко перекрывается суточная норма. Лесные ягоды цены не только своими плодами, но и кора кустарников, и их корневища, и листья этих растений обладают немалыми целебными свойствами. Из стародавних времен к нам пришли рецепты отваров из листьев и коры ягодных кустарников. Но ничто не сравнится по вкусу и полезности с вареньем из листных ягод. Если вовремя их собрать и правильно хранить, то они практически не накапливают тяжелых металлов в себе. Не менее ценными можно назвать и кедровые орехи. Но при неправильном хранении большую часть полезных свойств мы теряем. Хранить кедровые орехи можно довольно долго, но это только в том случае, если их хорошенько просушить. Для этого расстилаем калейонку, заметьте, в сухом и хорошо вентилируемом помещении. Высыпаем орехи, толщина слоя 15-20 см. Затем остается их только перемешивать. Часто, по крайней мере, первые несколько суток. Хранить дарую лесу не так уж и сложно. В этом вы могли убедиться вместе с нами. Так что запасайтесь и вешайте на здоровье. Ну что ж, доброе утро, дорогие друзья. Говорят, что в прошлом году в Подмосковье вместо с лешими появились другие чудесные существа дымовые, которые, в общем-то, да, и защитили Подмосковье от горящих лизов. Вы что, грибы загорели? О грибах путать, а грибах тогда. Раз уж вам интересно, вот, на самом деле... Нам интересно. Всем интересно. На самом деле грибы относятся как к животному, так и к растительному миру. Кстати, очень древний вид. Есть только два продукта на земле. Одна из них какая-то бактерия, а вторая вот грибы, которые относятся и к живым, и, значит, к растительным. Ничего себе. И к миру фауны, и к миру нефауны. То есть это людоедство получается, да? Ну, факт, ну не совсем прямо людоедство. Мы же, в общем... А вдруг они разумные? Но поститься надо, короче. Разумные они однозначно. Значит, грибы, грибы, это тоже грибам рознь. Вот. Вот это да. Грибы делятся на четыре вида. Если кто не знал, вот я знаю. Шляпка? Значит, съедобные. А, съедобные. Да, съедобные. Дальше, внимание. Условно съедобные. Это за которые условные только сроки? Уже хорошо, да? То есть такое. Дальше. Дальше уже, дальше становится совсем интереснее. Не съедобные. Несъедобные грибы. И, внимание, четвертый вид. Ядовитые. А, подожди, обожди, а смешные? Это вот, в общем, да. Безусловно съедобные. Безусловно съедобные, но не факт, что не ядовитые они относятся. То есть получается, есть несъедобные, да, но не ядовитые. Бывают несъедобные, но не ядовитые, да. То есть, вот условно съедобные для меня это очень, очень интересно. Что такое условно съедобные, по-моему? Ну, то есть, если ты их вымочишь, если ты их там наладишь с ними контакт, то тогда их можно будет съесть. Их же надо вымачивать, чтобы горечь ушла, чтобы радость вернулась. Радость – это хорошо, да. Горечь ушла, радость. Слушай, а вот, может кто-нибудь сказать, какой главный гриб в Сибири? Вот вообще их два, да? Это рыжик и грусть. А белые или красные кто? А белые, ну, в мае вроде, как его, грусть победила. Два главных гриба. Вообще в собрательстве грибов очень много интересных, полезных историй. Вот есть у меня дядя, который говорит, слушай, вот у меня есть полянка, вот она у меня за городом находится. Вот приезжаешь туда. Грибная полянка. Да, грибная полянка. 15 минут и шесть ведер. И в дровах. Шесть ведер у нас у нас. Да, это грибной год, конечно, почему-то. В прошлом году был грибной. Кстати, полянка за городом шесть. Рынок называется. Да, да, да. На бургоне. Так называют полянка. Рынок, полянка. Рынок, полянка. Это вообще прям хорошо, да. Любые грибы в любой год. В любой год, но все зависит от погоды. Если погода грибная, значит, рынок полянок процветает. Наша погода нам диктует один старый мужчина. Завел Хозеролович, завхоз погоды. Ну что ж, если назвался грибом, полезай в нашу передачу. Потому что мы сегодня говорим о дарах леса и о грибах в этой части передачи в частности. Я буду мухомором тогда. Да, да. А потом у меня опять вопрос. Грибы это же постоянные вопросы, да? Одни вопросы. Кроме шляпки, кроме шляпки. Вот идешь, идешь по лесу, видишь поляну с белыми грибами. Начинаешь их собирать. Собрал, принес домой, начинаешь сортировать. А это мухоморы. Вот как это называется, скажите? Это дальтонизм называется. Дальтонизм в крапинку. Если вместо белых одни мухоморы. Да, и не надо, значит, ну... Не надо этого стесняться. Причем у многих таких. Самое главное потом эти грибы на рынок не потащить, не попробовать. Рынок полянка процветает. Не, почему-то на подпольный рынок можно притащить какой-нибудь. Под полянка. Где-то так. У меня была замечательная история в детстве. Моя бабушка с дедушкой очень любили ходить, как говорится, по грибы. Говорят, не за грибами, а хотя и за грибами тоже говорят. У нас почему-то говорили по грибам. Ну ладно, пришли, в общем... Я маленький бегал, играл, играл и, в общем, уснул. Бабушка с дедушкой не могли найти место хорошее грибное. И, в общем, ходили почти с пастыми лукошками. Тут я еще потерялся. Вообще праздник. В общем, бегали, искали, искали, искали. Нашли меня. Бабушка. На цели меняются. Бабушка успела. Да, цели поменялись. В процессе, в общем, пояса менялась. Так часто со мной была. Задача условнима. Со мной концепция меняется на раз, дорогие друзья. Раз, и мы уже. За грибами. Они в телепеду. В общем, нашли меня спящего под осиной. Ммм. О, да. И нашел где уснуть. У нас романер. Под осиной, да. И только мне собрались сыпать, как дед говорит. Бабушка, смотри. Вот она, замечательная полянка, замечательными грибами. А, и Валеру нашли. И Валеру нашли, и грибы нашли. И мне даже. Не мухоморы. Нет, хорошие грибы. Мне даже за это не попало. Да. Я был героем дня. Тебе так не попало, что ты запомнил. Да, да. Навсегда. Навсегда. Дорогие друзья, ну что ж, запоминайте. Запоминайте все, что говорит наш следующий персонаж, потому что это реклама на телеканале Оригус. Это очень важная часть нашей жизни. Ну что ж, дорогие друзья, доброе утро. Прекраснейшее утро, потому что оно, во-первых, полезное. Поздоровайся. Всем привет. Ты поздоровайся. Я сегодня на грибах. Вы сегодня на грибах, а мы сегодня на ягодах. С вами мухомор, подосиновый и Роман. Ты нас видишь? Да, да, да. Бостроя. Мы говорим о дарах леса. Мы проговорили про все грибы и забыли про них. Давайте поговорим о ягодах. Ягода это тоже очень полезно. Очень полезно. Это тоже хорошие дары леса. Великие, здоровые. Ягоды также делятся на три категории. Ягоды бывают съедобные, несъедобные и ядовитые. Там нет этих условностей. Условно, да, все условности мы оставим в грибах, дорогие друзья. Давайте так, договоримся. А ягоды, совершенно неожиданные ягоды могут быть несъедобными. Например, виноград. Ну, прямо. Виноград тумберга, так называемый виноград тумберга, несъедобная ягода. Ее, в общем, съел только один человек. Тумберг. Сам тумберг, собственно, и после этого он... Тумберг. Тумберг, да. После этого он сказал, о, не, виноград тумберга, наверное. Что-то нею тумберга. Тумбергают люди. Да, смотрите, еще есть замечательная, тоже несъедобная ягода. Называется такое романтичное название. Крушина. Да, она... Крушина. Нет, что-то крушение. Что-то крушение. Крушина. Она растет на одном кусту. Причем она имеет красный, зеленый и синий цвет. Одна ягода? Да. А, это моря? Это после грибов. Нет. Да, крушина известная ягода, что на одном кусту можно... Красно-зеленый и черный ягод. Разные, разные цвета ягода. Да, разные цвета. Красно-зеленый и черный. И она тоже несъедобная, потому что ее едят медведи. А, не приходят сразу. Они зобили. Попробуй-ка съешь ягоду. Моя ягода, я ее ем. Нет, 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 сразу. На самом деле ягоды делятся тоже на три вида. Настоящие виды. Первая ягода это поищика. Вторая это потерпика. Ну и третья, когда уже все, обломись. А если уж совсем все плохо, то есть еще четвертый. Спойка. Спойка? Да, спойка. Спойка. Прямо сейчас кто-то скушал ягоду-спойку и споет нам на телеканале Оригус. Давайте послушаем, что это. Вообще любой лес может стать волшебным, особенно если вы кушаете грибы, которые не входят в книгу «Все полезные грибы России». Теперь уже все полезные грибы России. Так что продолжаем говорить о дарах леса, о всем том, что можно вкусненького и полезненького там получить. Ты встречал медведя? Я четырех медведей один раз встретил. Я, значит... Так, маму, папу, Мишка и Маша. Замаскированная под медведей. Маша и медведи. Чтобы слиться с этой массой. Да, я, значит, шел за дарами леса, а они мне навстречу. Они за дарами города. За дарами города. В моем лице, видимо, да. Где-то так. Вообще, все животные в лесу делают, если они не ложатся в спячку, они делают запасы. Ну, например, белка. Да, то есть ты заходишь в лес, там, видишь беличьи запасы. Что это такое беличьи? Ну, это когда вот сучок, да, а на нем грибы так раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Да? Ну, такой шашлык, как подходишь, раз-раз-раз-раз-раз-раз. И можно пожарить. Для человека это беличьи запасы. Для разорения беличьих запасов получается это вот ограбление получается. На статью так-то тянет. Да, да, да. Одними из противников уголовных, да. Человек, между прочим, пользовался беличьими запасами, дарами леса. Он еще задолго до того, как стал человеком. Ну, что, этим педикантропом был. Он уже... Давай не обо всех нах. Пьян не был, например, да? Вот. А он уже человеком не стал, а уже пользовался. В смысле, ел траву, там, грибы. Вот. Может, в результате этого и стал, собственно, человеком. Когда таким питаешься. Давайте спросим у Анны Чемосовой, что она ела, какие грибы. Потому что прямо сейчас рубрика «Контрастный душ». Доброе утро, уважаемые телезрители. В эфире ТЭЦ-3 наша постоянная рубрика «Контрастный душ». Поэтому приготовьте свои полотенца. Мы начинаем. Суровая зима не за горами. И в связи с этим в Улан-Удэ начал работать пункт обогрева для бездомных. Подробности прямо сейчас. Такой пункт обогрева работает уже второй год подряд. И он оказался неожиданно востребованным. Скромный домик неподалеку от нового автовокзала в холода наполняется быстро. В прошлом году, то есть можно сказать, что мы получили какой-то опыт, в прошлом году приходило порядка около 20 человек ежедневно. Поток был постоянный. То есть одни уходили, другие приходили. В этом году у Шанса появилась мобильная служба помощи. Специальный автомобиль не только выезжает на плановые рейды и организацию питания, чаще по сигналам неравнодушных горожан, которые видят, как кто-то бездомный замерзает на улице. Телефон мобильной службы помощи бездомным 21-09-01. 21-09-01. Об это время в Ростове-на-Дону в преддверии зимы стартовала благотворительная акция помощи бездомным, которая, как надеются сами устроители, продлится до весны. Палатку с едой и теплыми вещами для тех, кто волею судьбы оказался без дома, волонтеры поставили в центре Ростова. На этом у меня все. Делайте добрые дела. И желаю, чтобы трудовой день закончился сегодня быстро, а выходные длились дольше. До встречи. Ну что ж, говорят, что землянику в лесу выращивают комары. Ух ты. Потому что это приманка для людей. Комары так охотятся. Доброе утро всем телеэнергоцентральцам, Роман и Валерий. Всем привет, просыпайтесь. Мы сегодня разговариваем о дарах леса. О бодрящих дарах леса. О бодрящих, да. Потому что комары такое достаточно бодрое. Вообще. В частности, первая часть программы у нас посвящена грибам. Вот вопрос сразу на засыпку. Как мне, юному натуралисту, в этом слове главное юный, в этом словосочетании, ходить в лес по грибам, если я о грибах ничего не знаю? Вопрос на засыпку. Я бы даже сказал, на засолку. За справочником я должен ходить? То есть, так. Читаешь предисловие. Это, значит, выходные данные. Это лисичка. Чираж. Лисичка, осведомленный гриб, в кузовок. Да. Значит, дальше. Это мухомор, не берем. Это пень, не берем. Это мох. Это лесник, не берем. Это мох. Это все, да, ты так. Нет, это слишком банально. Это ложные опята же есть? А есть настоящие опята. Подлинные. Вот, короче, знаешь, как-то. Это как уже Дмитрий, да? Надо, короче, фонарик поярче. Лжи опята. Фонарик поярче, да? И надо, чтобы было два грибника. Злой грибник. И добрый грибник. Хороший полицейский и добрый полицейский. И да, 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 и вообще. А ну где? Как ты? Ложные. И тогда они вообще не отвертятся вообще никак, никуда. Точно признаются. Вообще, у грибов название иногда попадается. Это вообще шедевры филологии. Ну, давай-ка. Белый гриб, нормальное название. Белый г нормальным. Вот, например, смотрите, на слух. Бальбитте золотистое. Отлично. Это, короче, знаешь, кто? Бальбитте, это большое битте. Да, нет, нет, нет. Пожалуйста. Это, я понял, кто это. Это таксист на вокзале. Бальбитте золотистое. Ты сегодня бальбитте? Бальбитте золотистое. Да, до двух часов бальбитте, а потом, значит, я маршрутитте. Дальше. Гидроцебе. Вот я пойду за грибами, я ни за что в жизни не возьму гриб, который называется гидроцебе. Я просто боюсь его, если честно. Гидроцебе. Нормально. Что-то такое, да. Дальше. Млечник. Путник. Млечник и путник. Млечник и медведник. Ух, как смело мы в ТЭТ-3 пропесочили правительство какой-то лесной страны. Про грибы. Чьей-то страны. Про грибы. Хорошо. Паутинник. Ну тоже, да? Паутинник. Или полтинник. Полтинник. Маховик. Маховик-затейник. Маховик-затейник. Вот хороший гриб полубелый. А, тут еще не поделился. А, метис. Мама, значит, белая? Мама белая. А папа рыжик. А папа рыжик. Я полубелый. У них грибницы. Мама согрешила с рыжиком. Склеродерма. О-о-о. Шикарно. Это лечебный. Лечебный. Гриб против склероза и дерматита. И склероза. И от кожи. Что-то от кожи, да. Ну и, например, закончим мы прекрасным названием энторома. Энтовалера и энтоцоха. А энтоцокто, да. Друзья, названия грибов совсем не всегда объясняют содержимое гриба. Поэтому только по названиям судите гриба. Потому что называли их люди, когда грибов пояли, собственно. У нас все про грибы все-таки будет заканчиваться этим. Ну что же, дорогие друзья, проходим дальше. Следующая рубрика у нас вот как раз о том человеке, который грибы не употребляет в пищу. Оттого он такой красивый, умный, талантливый и сильный. Ой, молодец. Рубрика трицепс. Молодчики выгребят. Это я все о тебе, что ли? Нет, это о моем грибе. Я тоже, кстати. Кто автор моего текста? Ты писал. Доброе утро. Меня зовут Роман, в эфире рубрика трицепс. Именно здесь физкультура обретает новый смысл. Сегодня мы будем делать очень полезное и очень важное для вас упражнение, которое называется упрямство. Для этого упражнения нам нужно найти подходящую стену. Ну, например, вот это вот. Встаем и начинаем делать упражнение. Раз, два, три, четыре. Все равно я тебя сдвину. Упражнение закончилось. Для чего нужно это упражнение? Представим, что вы владелец легкового автомобиля российского производства старше 10 лет. Вы едете на нем, и почему-то он у вас сломался. Вы подходите к нему сзади, оцениваете, находите подходящую стену и начинаете ее толкать. Раз, два, три, четыре. Почему? Да потому что толкать его еще далеко, а свободных дураков еще нет. Это была рубрика Трицепс. Толкайте стены, будьте упрямыми. До свидания. Пока. Ну что ж, дорогие друзья, если вы пошли в лес, всегда знайте о том, что кроме ягод и грибов там водятся животные, которые любят эти ягоды и грибы. Доброе утро. Мы сегодня говорим о дарах природы, о ягодах, грибах, кореньях, белках, сусликах. Медведях. Медведях, да. В лес надо ходить очень осторожно. Потому что, собственно, организм человеческий делает этот продел. Поверьте на слово, надо ходить осторожно. Мы, значит, с папой один раз ходили за ягодой. Папа говорит, значит, вот смотри, гора, на нее ориентируемся, идем прямо. На нее ориентируемся, там, значит, в распадке есть хорошая полянка. GPS у вас не было, да? GPS у нас за спиной у нас. По два GPSа, в общем. И мы нашли приключения, наверное, на этом GPS. В общем, идем, идем, я смотрю, папа влево, все. Я говорю, папа, ну, мы же на гору, он говорит, цыц, сынок, батя знает. Мы же не в городе. Батя знает. В общем, мы шли, 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 шли. Ну, как говорится, правая нога у человека сильнее, поэтому человека забирает влево, да? Правильно? И, в общем, пока я говорю, папа, ну, гора-то, он говорит, спокойно. В общем, прошли, вернулись практически на то же место. Собрали там по полу кошка. Я говорю, пап, ну, мы же шли на гору. Он говорит, ну, ягоду-то мы собрали. Нет, я думал, он скажет, ну, мы идем на гору, что тебе еще надо? Первоначальный план, он в лесу, знаешь, очень легко корректируется, дорогие друзья. Поэтому ходите кругами, господа. Ходите кругами, да. Вообще ягоды, да, ягоды, ягоди рознь, правильно? Да. Они бывают вот от таких до... Арбузов. До арбузов. Вообще кажется, что как будто арбуз самая большая ягода. Арбуз самая большая. А, ну, нет. Рекорд, рекорд. Так. Самый огромный в мире арбуз. Смотрите. 122 килограмма. Нормальный, большой. Столько воды. Это два меня. Да ладно. Ну, а строй тут собрать с операторами. Полтора меня часто признался я, да. А тыква? Подожди, тыква тоже ботаниками, кстати. Да, тыква, тыква тоже, кстати, ягода. К ягоде относится. И, кстати, бывает больше, чем арбуз. 558 килограмм. Ее специально в ягоды записали, чтобы рекорд поставить. Точно. Заговор ботанику. Какому-то ботанику дали в тыкву. Тыквоведа какого-то. И он сказал, вот, тут... А в Бурятии, в Аларе за ягодой ходят с ведром, в Тунке ходят с ведерочком, а в городе ходят с деньгами. Правильно. Добыча. Добыча ягод. Вообще, да, в городе самая вкусная ягода. Потому что она продается. Вот такая мыслища. Дорогие друзья, мнение наших журналистов о том, где нужно собирать ягоду и за какую цену. Рубрика в контексте. Как всегда. Кроме приятных осенних воспоминаний, один такой малыш способен дать нашему организму самые разнообразные витамили и микроэлементы. По своей пищевой ценности он даже не думает уступать мясу, овощам и фруктам. Полезные свойства грибов практически не утрачиваются ни после сушки, ни после варки. А список этих самых полезностей внушительный. Собрать грибы все уже собрали. Большинство даже посолили, заморозили, сварили и даже съели. Для тех же, кто не съел, будем узнавать, как хранить, чтобы сохранить плюсы и забыть о минусах. Самое главное – это стерилизация банка. Правильная стерилизация. Если правильно стерилизованная банка, то грибы будут храниться соответственно долгше. Обязательно крышки надо консервировать. Закручивающие крышки, они долгий эффект не дают. Ну и как бы вообще самое долгое хранение – это в масле. Когда вы солите грибы, нужно наливать больше масла. Как же соли? Не жалеть соли. Потому что грибы – это только продукт, который можно вымочить. Если через чур вымочить, можно добавить соли и вкус они не поменяют. Способов переработки и хранения грибов много. Это и сушка, и грибной порошок, грибной экстракт, замораживание, соление, маринование и, конечно, консервирование. Куда без него? Если подробнее, то сушеные грибы нужно хранить в сухом, темном месте, нанизанными на нитку. А если предусматривается длительное хранение – закупоренными в стеклянные банки. Маринованные или соленые грибы хранить лучше в холодильнике или в прохладном, темном месте, но не больше года. Иначе вкусовые особенности утратят и аромат, да и есть такие, становится уже небезопасно. Да, урожай не нынче был год, дары и мясо радовали своем разнообразии. Большинство пущены мамой на варенье, остальные уже лично мной разделены пакетом и замороженном в морозилке. С вареньем, ну, самое долгое хранение варенья – это протертые ягоды. Протертые ягоды сахаром. Давно известно, что лесные ягоды богаты антиоксидантами. Их уровень близок к суточной норме потребности нашего организма. А в некоторых из ягод витамина С столько, что легко перекрывается суточная норма. Лесные ягоды ценны не только своими плодами, но и кора кустарников, и их корневища, и листья этих растений обладают немалыми целебными свойствами. Из стародавних времен к нам пришли рецепты отваров из листьев и коры ягодных кустарников. Но ничто не сравнится по вкусу и полезности сварения из листных ягод. Если вовремя их собрать и правильно хранить, то они практически не накапливают тяжелых металлов в себе. Не менее ценными можно назвать и кедровые орехи. Но при неправильном хранении большую часть полезных свойств мы теряем. Хранить кедровые орехи можно довольно долго, но это только в том случае, если их хорошенько просушить. Для этого расстилаем клеенку, заметьте, в сухом и хорошо вентилируемом помещении. Высыпаем орехи, толщина слоя 15-20 сантиметров. Затем остается их только перемешивать. Часто, по крайней мере, первые несколько суток. Хранить дарные леса не так уж и сложно. В этом вы могли убедиться вместе с нами. Так что запасайтесь и вешайте на здоровье. Доброе утро, дамы и господа. Это телеэнергоцентраль. Мы сегодня говорим о грибах, травах, кореньях. Дарах леса. Все, что мы из леса можем полезного, вкусного, хорошего, нужного. И о беличьих запасах. Грибы, включая домик лесника. Грибы собирают круглый год. В октябре собирают белые грибы. Отличный кинотеатр, я считаю. На другий кинотеатр тоже взять. Пришел, посмотрел, собрал белые грибы. Попялился в экран белые, пустые. И ушел. Спасибо большое создателям и хозяевам кинотеатра «Октябрь». Низкий поклон за хороший наш осенний урожай. Календарь грибника – это вообще отдельная вещь. То есть, получается, там отсутствует январь, февраль, март, апрель, юник. Календарь – это целая эпоха для грибников. Дневник вообще по-другому выглядит. Дневник грибника. Понедельник. Отпусти. То есть, понедельник, вторая, четверг, пятница собирал. Собирал. Офиг, что январь. Отмачивал. Замачивал. Отмачивал. Воскресенье. Да, попробовал. Понедельник отпустил. По кругу. Ну, как и полагается, в природе. Все циклично, дорогие друзья. Все циклично. Давайте спросим, какие грибы любите вы? Люди на улицах. И что? Говорите прямо в камеру. Ядовитый или недовитый? И остальные люди тоже видят эту камеру. Помните? Рубрика «Опрос». Правильно сейчас на улице. Просто ягоду вот так и с сахаром. Не варим. Просто толченые ягоды. И долго она конец. Ну, зиму точно стоит. Немножко лимонной кислоты добавляю. Не засахарилась. Что вы делаете, чтобы варенье дольше хранилось? Ну, как сказать. Это надо, чтобы банки были стерилизованные. Да, и это нормально проварить и все. Шкаф в самом недальнем углу. Или холодильник. Под поле. Ну, да. Как варите? Ну, просто с сахаром один к одному. А грибы садите? Вам какие секреты? Да, обычные. Соль. Бабульник. Все как обычно. Лавровый лист. Говорят, лес рубят. Щепки летят. Вот куда они летят в нашей следующей рубрике. Ни для кого не секрет, что внешний вид меняет внутреннее содержание. Сегодняшняя героиня рубрики «То и после» уверена, что новый образ поможет изменить ей свою жизнь к лучшему. Здравствуйте, меня зовут Лариса. Я обратилась в эту передачу, чтобы кардинально измениться. Я люблю экспериментировать над собой, перекрашиваться, там эмилирование было, все. Поэтому я обратилась на эту передачу, чтобы кардинально изменить свой образ и решила довериться профессиональным стилистам. Лариса, здравствуйте, меня зовут Артем, я стилист. Артем Яськов, модный стилист, 6 лет практиковался у ведущих стилистов Москвы. Сотрудничает со звездами бурятской эстрады и глянцевыми журналами. Занимается персональным подбором гардероба и шоппинг-сопровождением. Ну что, начнем на шоппинг? Обязательно. Вперед! Я хочу вам предложить очень интересный, очень актуальный жакет в стиле Дэнди. Здесь очень интересные вставки кожаные, клетка, цвета, это красный, бежевый, коричневый. То есть, тренд этого сезона. Ларис, мы сейчас померим этот жакет, подберем к нему обувь. Я уже приметил одни сапоги, очень интересные. И сюда мы подберем очень интересные, клевые джинсы, так как ваши ноги позволяют носить любой фасон джинс. Держите жакет, вперед, примерочная. Ларис, и как я говорил про сапоги, это жакейский стиль, грубая кожа, очень актуальные в этом сезоне. Здесь очень интересные клепки, замки, так что такие сапоги обязательно должны появиться в вашем гардеробе, так как ваш рост позволяет вам носить не только сапоги на каблуке, но и на сплошной подошве. Новый образ подобран, и впереди самое интересное. Нашу героиню ждут кардинальные изменения. Здравствуйте, Лариса. Меня зовут Ася, это Ольга. Сегодня мы дуэтом поработаем над вашим образом. Ася Нестерова и Ольга Трубачева. Творческий тадем талантливых стилистов, специалисты по колористике. Профессионально подберут идеальную стрижку, цвет волос и мейкап. Как думаешь, я считаю, что здесь совершенно однозначно нужно поменять цвет и немного изменить форму, придать какой-то легкости, какой-то уверенности, стильности, не знаю, с какой-то претензией. Я с тобой полностью согласна. Мне кажется, мы однозначно убираем длину, мы придаем объема, который все у нас так любят и которого не хватает. И думаю, мы обязательно должны поработать над пчелочкой, чтобы придать немножечко какого-то, может быть, креатива, какой-то дерзости и моложавости. Ну что, приступаем? Вы готовы? Yes! Макияж создаст полноценный образ и подчеркнет естественную красоту нашей героини. Остается только оценить результат. Я довольна результатом. По-моему, мы со своей задачей справились. Ну что, готова? Обалдеть! Супер! Мне очень нравится. Я вас люблю! Обожаю! Ура! Спасибо! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Если вы, как и Лариса, хотите стать героями нашей программы, то пришлите свои фотографии на электронный ящик, да и после-утро-собакамейл.ру Субтитры сделал DimaTorzok Вывод такой, я думаю, раз мы живем в лесу, а мы по сути живем в лесу, тайга, мы должны уметь пользоваться бережно этим делом. Совершенно справедливо. Берегите лес, как говорят нам китайцы, чтобы их внук обхватил. У меня вывод. У меня вывод созрел после того, как я ездил в лес, я читал о лесе много, видел леса много. У меня созрел такой вывод. Вот сколько ты можешь съесть, вот столько и добывай. А не больше. Да, а не больше. Вот не надо лишка брать. То есть вот сколько добыл соборей, вот столько и съешь. Сколько добыл, там, не знаю, выдор, столько и съешь. Хороший метод. Дорогие друзья, берегите лес, потому что повороты в нашей жизни случаются разные. Возможно, нам всем придется уйти там туда, в партизаны. И в егеря. В егеря, в лесники. И поем. Мы тебе давали слово, не сходи с пути прибора, но так уж суженок. Вот новый поворот, и мотор ревет, что он нам несет. Пока не повернешь, пока не повернешь, пока не повернешь.